Коронавирусные инфекции вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного сезонного гриппа. Риск заражения у близлежащих людей 3-4 человека. Если говорим о гриппе, то там 1-2 человека. То есть достаточно очень контагиозный вирус. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста. По группам риска, если мы говорим, то болеют и очень он опасен для лиц старше 60 лет и для лиц, которые страдают хроническими заболеваниями. Заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы Елена Зинатулина рассказала, что с начала марта все учреждения здравоохранения Ленинского городского округа перешли на строгий противоэпидемический режим. Наш медицинский персонал сегодня обучен, проведен инструктажи по лечению и диагностике этого заболевания. В принципе, они знают, как лечить и что делать. Тяжелый, естественно, случай всегда – это обязательно госпитализация в стационары, в инфекционные стационары, в боксированные отделения, где их лечат наши медицинские работники. В поликлиниках, больницах и амбулаториях прием пациентов с признаками ОРВИ ведется в отдельных фильтрах-боксах. Для них предусмотрен и отдельный вход в здание. А для граждан, вернувшихся из-за границы, необходимо соблюдать режим самоазоляции в течение 14 дней. У нас созданы бригады отделения неотложной медицинской помощи по коронавирусу, которые обеспечены индивидуальными средствами защиты. Это костюмы, это специальные респираторы, которые выезжают именно на контактных по коронавирусной инфекции. В целях профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Ленинского городского округа временно отменяются плановая диспансеризация населения, профилактические медицинские осмотры, а также вакцинация детей. А если почувствовали недомогание, необходимо вызвать врача на дом. У нас вызовов по 175 в день. Взрослая поликлиника 175 вызовов обслуживает сегодня на домах. Это взрослая по району, я вам хочу сказать, бывает 500 в день. Сегодня всем жителям нужно максимально ответственно подойти к мерам профилактики. Избежать серьезных последствий поможет следование простым правилам. Чаще мыть и дезинфицировать руки, и избегать мест с большим скоплением народа.